Друзья, всем огромный привет! Сегодня мы находимся с вами на небольшой кухне, в этом маленьком небольшом домике, он 35 квадратных метров, кухня же здесь 3,5 на 2, не такая большая, но тем не менее, здесь мы прожили 5 лет и хочу сейчас вот с этого помещения, с кухонного помещения, делать баню, парную вернее, так что будет интересно, будет много работы, с чего буду делать, чем утеплять, стены по каркасной технологии сделаны, уже все утеплено, но я буду добавлять утепление специально для бани, так что посмотрите ролик, я думаю будет полезно, как можно сэкономить, что можно сделать, поехали! Ну а первым делом мы снимаем кухню и демонтируем все, что нам не нужно, по ходу событий буду все немножко рассказывать. Дверь также демонтирую, здесь будет закладываться проем и будет установлена в дальнейшем печь. Старый ламинат также снимаю, здесь будет в последующем утеплено и уложена половая доска. Так как я говорил, что проем будет в комнату закладываться и будет установлена печь, нам необходимо сделать новый проем. Для этого вырезаю, убираю все лишнее и старый утеплитель не выкидываю, он нам еще пригодится. Выставил окно, установил на его место маленькое окошечко, банное и использовал предыдущий утеплитель. Первым делом утепляю полы, использовал я для этого лоджик пир, это пир плиты специально предназначенные для бани. И после укладки плит, застилаю все доской, через брусок. После полов взялся за утепление стен и потолка. По итогу у нас получился термос, специально для банного помещения. Поверх пир плит, сделал контрабрешетку, из бруска 40 на 20. Поверх бруска буду обшивать вагонкой, из липы. У нас она экстра, бессучковая. Обшивку вагонкой начал с потолка, потом перешел на стены. В дальнейшем также сделал все уголочки и все примыкания. Конечно, новое помещение из вагонки смотрится шикарно. Теперь необходимо изготовить полки. Для этого буду делать каркас из сухого бруска 40 на 70. Все это закрепил на саморезы, выставил, держаться будет за глаза. Друзья, как видите, я не снимаю весь процесс полностью, показываю несколько моментов. Я думаю, и так же все будет понятно. По итогу полки обшил также липой. Сорт у нас экстра, все бессучковое. Смотрится, конечно, шикарно. Также установил стеклянную дверь для сауны. Теперь необходимо подготовить течной угол, обезопасить его. Для этого использую суперсилк. Обшиваю его с двух сторон. Креплю его при помощи степлера. Друзья, но кто не знает, что такое суперсилк, немножко объясню для чего. Это материал, который выдерживает 1200 градусов прямого огня. То есть у нас будет защита деревянной конструкции. Но для этого также нам необходимо будет использовать керамические вставки 30 мм. И поверх обшить негорющий материал. В моем случае это будет имитация кирпича. Под саму печь укладываю первым слоем базальтовый картон. Он выдерживает 300 градусов. Потом также суперсилк 1200 градусов. И уже фламов, минерит. Сейчас примеряю саму печь, как она будет у нас стоять. После добавил еще шамотного кирпича, чтобы стояла печь на нем. Печь у нас бренда Везувий. Это Скиф Ковка 210М. Печь выполнена из жаропрочной стали, печной стали. Как видите, такая необычная банная печь. С открытой и закрытой каменкой. В которую вмещается 200 килограмм камней. От этого будет жару полным-полно. Дверка печи у нас выполнена из жаропрочного стекла. Которое выдерживает 600 градусов температуры. Здесь же у нас также суперсилк, минерит. И все это зазором здесь сделано. Чтобы не нагревалось дерево от кирпича. Не было возгорания в дальнейшем деревянной конструкции. Закончил я портал. Пока получился у меня такой длинный. Зато у меня полностью защищена вся топочная часть, которая здесь есть. Вся в кирпиче и дерево защищено. И потом сделаю окантовочку. Все еще это подсохнет, почищу. И будет огонь. Со стороны смотрится это вот так вот. Все стоит на шамотном кирпиче. Кладочка тоже полностью сделана. Тут огнеупорные плиты идут. За ними прослойка 30 миллиметров. И суперсилка. На стенах вот такая огнеупорная защитная плита. Для защиты конструкций. Вот такая вот она. Печь у нас визуи. С парогенератором. Заложим сюда камней. Будет пар вот отсюда выходить. Сюда будем заливать. То есть, ну, классная штука. Дальше необходимо сделать дымоход. Он будет проходить через стену. Не через потолок. Все, конечно, показывать не буду. Немножко покажу. Убрал все. Вырезал. И поставлю саму тупую ушку. Этот потолочный проходной узел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ППУшка у нас через стену. Не стал я показывать. Просто могу немножко объяснить. У меня идет миллиметровка нержавейка. Здесь переход на сэндвич. Сэндвич 200-й, ну, 315-й. Тоже миллиметровка. Юбочка вот такая. И потом сама ППУшка. Выполнено как? Так, я сделал небольшой квадрат минерита. С минерита. Чтобы трубу окольцовывал. И поставил, чтобы не плотно прижималось. И по кругу базальтом уже забил. Чтобы грузки по съемке самой трубы. Она сейчас топится немножко. Топлю мелкими щепками. Вот у нас что показывает сейчас. На трубе 95 градусов. На самом металле. 214. Внутри в закрытой каменьке. Ох, он даже 400 показал и увидел. Короче, вот так вот. Могу заснять, что 395. Это закрытая каменька. Стенки пока у нас 70 градусов. Но они с негорючего материала. Вот полностью все сделаны. И останется сейчас повесить вон туда вот светильнички. У помещения Жанка уже даны сами стены. Вон 52 градуса. Ну конечно 53 градуса. 52-53. Конечно камень в каменьку доложу. Будет немножко подольше нагреваться. Теперь укладываю камни в печь. В закрытую каменьку я уложил жидеид. Он глидирует большие температуры. В открытую каменьку я же уложил самый распространенный. Талькоклорид. Розовый кварцит. И сверху жидеид. И также кварц еще положил. Продолжение следует. Ну а теперь наколем дровишек. Вернее щепочек для растопки. И затопим нашу баньку. Как видите, на передней части у нас небольшое. Среднего размера смотровое окошечко. С закаленным стеклом. Который удерживает 600 градусов. Также у нас имеется зона подачи воздуха. И такая вот заслоночка. Которую можно регулировать. Открыть. Здесь, видите, такая вот. Наверное, 4-4. Ну, вообще, из скотовой стали. 4-6 миллиметров где-то примерно сделано. Нужно было чугунину. Но это было бы в разы дороже. Либо нержавейка. Это еще круче. Вот сейчас я специально топил до этого. Посмотрим, что у нас. Какая будет зола. Тут чугунный колосник внутри лежит. Вот зольничек. Как видите, прям мелкая-мелкая зола. Зольничек у нас пустой. Ну, то есть, смотрите. Вот если вот длина какая здесь. Сантиметров 50. То есть, вот у нас условно 50 сантиметров. Бревна будут залазить. Но такие большие нам не нужны. 30-40 стандартно. Мы легко запихнем. Приготовил немножко дровишек у нас тут. Буквально 10 бревнышек. И немножко для растопки. Этого будет достаточно, чтобы протопить нашу баньку. 18 кубов. До температуры 90-100 градусов. Я закладываю сначала вниз более большие дрова. Потом уже сухие такие. Потому что береза сырая. Зимние заготовки. Потом немножко помельче. Закидываем. И уже сверху прям мелочью такую щепу закидываю. И разжигаю сверху. Для того, чтобы быстрее прогрелась труба. И обратной тяги у нас не было. На трубе в парном помещении открываем шибер. И идем затапливать печь. Оставляем так немножко, чтобы прогорел с открытой дверкой. Никуда не уходим. И наблюдаем. А теперь можно прикрыть немножко дверку. На дверке вот такая вот ручка. Раз, прижимаешь. И все, она плотненько закрылась. Все, печку растопили. Начала снизу подхватываться. Как видите, там у нас догорает. Все, оставляем топить печечку. И дальше смотрим результат. Итак, у нас в тлеющем режиме прям стоит. Вот видите, такая мельненькая защелочка. Сейчас пойдем в баньку. Посмотрим, какая у нас там температура. Ох, сразу камера запотела. Сейчас мы протрем. И у нас вот такая вот температура сейчас. То есть, вот так вот. Так, давайте подадим парку. Покажу, что такое закрытая каменка. Мелкодисперсный пар. И у нас сейчас с боков выходит весь пар. Мы его прям не чувствуем. Это просто брызгит, потому что раскаленное. И вы сразу выплескиваете. Ну и также мы можем смело добавить на камушки. Красота. Вот так вот. О! Кайф. Друзья, у нас с вами получился вот такой вот небольшой выпуск. Мне же хорошего пара. Вам хорошее настроение. Самое главное, крепкого здоровья. Оставлю все полезные ссылочки в описании под роликом. Также подписывайтесь на канал Везувий. Ссылочку также оставлю в описании под роликом. Там вы узнаете не только о печах, но и о готовке на открытом огне. В общем, все полезные ссылочки будут в описании под роликом. Переходите, смотрите. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова